МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем говорили депутаты через несколько минут. Трехлетний малыш едва не поперхнулся виноградной ягодой. К счастью, рядом оказался полицейский, оперативность которого позволила спасти жизнь ребенку. Призеры международного турнира по кикбоксингу вернулись на родину. Дагестанские спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу. Глава казначейства по Дагестану покинет пост. Его уход сегодня на сессии Народного собрания анонсировал руководитель Республики Владимир Васильев. Саид Гусейн Магомедов возглавляет управление с 1997 года. За 22 года трудовой деятельности его не раз награждали почетными грамотами и благодарностями за заслуги в области финансовой работы. Однако во время работы сессии с критикой в адрес Саид Гусейна Магомедова выступил один из депутатов Народного собрания. В этой связи Владимир Васильев заметил, что у него тоже имеются претензии к работе УФК и что ее руководитель в ближайшее время уйдет в отставку. Я скажу, что у меня к нему тоже было много претензий. На сегодняшний день принято решение об укреплении этого участка работы. Насколько я знаю, он написал заявление у руководства министра финансов. Но, видимо, нужно будет ускорить этот процесс. И я поддерживаю заслушивание в парламенте этого вопроса. Это хороший подход. Надо понять, что происходит, почему происходит. У нас с ним были дебаты, были сторонники, которые поддерживали его и нашу позицию администрации правительства. Мы с ним проводили беседу в присутствии прокурора, других силовых структур. Мы объясняли, какие претензии у нас к казначейству. Ровно те, о которых вы говорите, которые мешают решению вопроса. Мы были услышаны. Решение принято. Но это не все вопросы, которые сегодня обсуждали на сессии Народного собрания. Депутаты рассказали и о грядущей реформе органов местного самоуправления. В работе сессии принял участие и глава Дагестана. Зумруд Гамидова расскажет подробности. Основным вопросом повестки дня стал законопроект о реформе местного самоуправления. Дело в том, что ранее ряд СМИ сообщали о подготовленных депутатами поправках в этот закон. Якобы в районах республики упразднят администрации сел, а в Махачкале – районы. В парламентарии внесли ясность. Речь идет о том, что сельские поселения в пределах одного муниципального района, разграниченной небольшой территории, смогут объединиться и создать единый населенный пункт. Махачкала же, в свою очередь, не лишится внутрирайонного деления. Данный законопроект, как только был рассмотрен на комитете и на президиуме, вызвал бурное обсуждение в средствах массовой информации, в социальных сетях. Интерпретируется, как будто в Дагестане ожидается ликвидация отдельных сельских поселений, объединение внутригородских районов Махачкалы в один городской округ. Все это теоретические измышления отдельных представителей средств массовой информации, журналистов, отдельных юристов. Ничего общего с предлагаемыми поправками не имеет. Предлагаемый законопроект не вносит изменения и не исключает внутригородское отделение города Махачкалы и порядок формирования этих органов. Поправки были приняты и к законопроекту об организации капитального ремонта в многоквартирных домах. Он предусматривает льготы 50% по взносам за капремонт для граждан старше 70 лет и 100% для граждан старше 80 лет. При этом важным условием является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса за капремонт. Подвергся критике и глава республиканского казначейства. Депутатам поступают многочисленные жалобы от предпринимательского сообщества. Они не могут месяцами получить свои деньги. По их словам, это тормозит введение новых школ и детских садов, в которых остро нуждается республика. Считаю, что незаконные действия УФК по республике Дагестан свели на нет все преимущества указанной системе. По причине непроведения и задержки платежей огромные средства на конец финансового года состоятся на счетах откидки УФК по республике Дагестан. В последствии эти средства, которые должны были быть на правильное развитие всех направлений экономики республики Дагестан, возвращаются в федеральный бюджет как неиспользование остатков. Депутатами был рассмотрен закон о квотировании рабочих мест – один из самых эффективных путей решения проблем инвалидов, молодежи и предпенсионеров. Проектом закона предусматривается установление квоти организаций, я независимо от организационно-правильных форм и форм собственности для приема на работу инвалидов, граждан предпенсионного возраста и определенной категории молодежи, ищущих работу впервые. Всего на 39-й сессии депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов. Зумруд Гаминдова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Полицейский спас подавившегося виноградом трехлетнего малыша. Инцидент произошел в Акушинском районе Дагестана. Благодаря быстрым и слаженным действиям Мугумы Ильясова удалось сохранить мальчику жизнь. Подробности благородного поступка у Патимат Ханаповой. Сегодня мы улыбаемся, а тогда нам было не до улыбки. У нас был такой шок. Это бабушка и дедушка спасенного трехлетнего мальчика. В тот день ребенок гостил здесь. Неожиданно для них малыш неудачно проглотил винограды и начал задыхаться. Женщина вместе с мужем пытались извлечь ягоду, однако все оказалось безуспешно. Внезапно начал плакать и вздыхать. Я побежал, схватил его, уложил на табуретку и начал, что я знаю, бить по спине, по шею, затылок. Но никак дыхание не получается. Так и было решено позвать подмогу. По счастливой случайности рядом оказался сотрудник полиции Мугума Ильясов, чьи умелые действия практически спасли жизнь ребенку. Держал одной рукой за пояс, держал его, второй рукой, ну, уже голова уже, ну, почти что, свисла, руки свисли. Ну, снять начал ребенок. И когда бежал в больницу, пристукивал этой рукой, короче, в грудь боялся и сильно ударить тоже боялся. И как думал, может выйдет, может как-то чем-то поможет. Когда в больницу зашел, это время заплакал ребенок. Уже в больнице Мугума передал малыша врачам. После осмотра медики признались, мальчик чудом остался жив. Вовремя оказанная помощь сохранила жизнь ребенку. Бегом прибежал, привел вовремя. Это была косточка от винограда, она была уделена. Дебенок тот спасен. Если бы, конечно, не вовремя не обратился бы, не вовремя не пришел бы, у ребенка была бы асфиксия, клиническая сеть. И ребенка, конечно. Родители мальчика, которые в это время находились на работе, безмерно признательны полицейскому. А бабушка с дедушкой со слезами на глазах не устают произносить слова благодарности. Мугуму Илясова в семье маленького дагестанца теперь считают родным человеком. И всегда рады видеть его в своем доме. А-а-а, бандиты. По теме, Таханапова, Мурат Бекбарзо, в новости ННТ, Акушинский район. Выручка от применения кассовой техники в Дагестане достигла 176 миллиардов рублей. Всего в республике работают 15 тысяч онлайн-касс. Однако не все объекты торговли и предпринимательства спешат переходить на цивилизованную форму обслуживания клиентов. Так, по результатам проведенных проверок на предмет применения кассовых аппаратов, при расчетах сумма штрафов составила более 10 миллионов рублей. В перспективе налоговики намерены ввести гражданский контроль за применением онлайн-касс. Для этого будет использовано мобильное приложение покупателя. Дагестанская делегация приняла участие в открытии памятника воинам 345-й дагестанской стрелковой дивизии. Памятник открыли в Севастополе. Почетное право открытия было предоставлено министру по национальной политике и делам религий Энрику Муслимову. В митинге приняли участие представители администрации, духовенства, национальных, общественных, религиозных, ветеранских организаций и военнослужащие. Памятник представляет собой глыбу, на которой с одной стороны высечены лики воинов, как символ вечной и нерушимой памяти, а с другой – летящие журавли, символ всех погибших на войне. Он изготовлен из горного камня дагестанским скульптором Магомед Али Алиевым. Добавим, что все траты на его изготовление и установку взял на себя директор Дзербенского музея-заповедника Али Ибрагимов. Золото, серебро и бронза. С таким комплектом наград из Боснии-Герцеговины на родину вернулись медалисты чемпионата мира по кикбоксингу. Престижный международный турнир с участием более 700 спортсменов из 58 стран проходил в городе Сараево. С героями турнира беседовал Курбан Рагимов. Ему слово. В аэропорту Махачкалы спортсменов встречали их родные, друзья и болельщики. Единственное золото в копилку нашей команды принес Ибрагим Абдулмеджидов. Выходец из Буйнакска, он большую часть карьеры тренировался в родном городе, а теперь совершенствует мастерство в столичной спортшколе имени Садулаева. Четыре боя провел. Легко не бывает на чемпионате мира по любому. Потрудиться пришлось сбору туда-сюда. Четыре боя. Турак, поляк, серб финальный и казах. Первый бой. Помимо Абдулмеджидова с медалями главного турнира года вернулись серебряный призер Рагим Алиев и обладатель бронзовой награды Тимирлан Бекмурзаев. Чемпиона мира в Дагестане не было с 2015 года. Важность этого успеха на импровизированном митинге отметили представители Минспорта и тренеры. Совсем недавно кикбоксинг получил временное признание от Олимпийского комитета. Вид спорта может быть представлен на играх 2024 года в Париже. Любой боец, любой спортсмен мечтает даже просто попасть на Олимпийские игры. И любой вид спорта, который не олимпийский, все мечтают, стремятся, чтобы был олимпийским видом спорта. И будем надеяться, что мы находимся в Олимпийской семье и что уже после 2020 года, после Олимпиады, нам уже озвучат, скажут, какой из разделов кикбоксинга попал на Олимпийские игры. И будем готовиться там, отбор и так далее. Очень надеемся. Впереди у кикбоксеров небольшой отдых, а уже после они рассмотрят предложения от ведущих профессиональных лиг. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал НМТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова